В эфире информационная программа Пульс Города. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вчера специалисты побывали в школе номер два. Все школы города и района попадут в центр внимания специальной выездной комиссии в рамках реализации запланированного конкурса смотра «Лучшая школьная столовая». Сотрудники управления образования уже посетили несколько школ и продолжают знакомиться с тем, как проходит процесс питания в образовательных учреждениях. Выявляться «Лучшая столовая» будет по нескольким критериям. Сегодня школа номер два нас очень порадовала. Мы смотрели пищеблок, технологическое холодильное оборудование, использование нового оборудования, как оформлен обеденный зал, соблюдаются ли все санитарно-эпидемиологические правила, охват питания, беседовали с детьми, нравится ли им. Главная цель данного конкурса смотра – улучшение организации питания школьников. В центр внимания попадает документация, режим питания учащихся, а также наличие и качество меню. Каждая школа предлагает ребятам свой вариант. Главное, чтобы еда была разнообразной, насыщенной витаминами и минералами. «На завтрак – это обязательно каша горячая, обязательно бутерброд и напиток, и фрукт. Суша мы даем, стараемся фрукт. На обед – обязательно суп, салат, горячая. Это, возможно, состоит либо из ложного, типа, как сегодня жаркое, либо гарнир и в зависимости от лета и регуляшек. Ну, естественно, хлеб и овощи обязательно и фрукты». Большой плюс для любой школы – пропаганда здорового питания. Например, в школе номер два такая работа ведётся ещё с 2005 года. Здесь есть свой уголок здоровья. По словам педагогов, уже с начальных классов дети активно знакомятся с тем, как нужно питаться. Причём к программе учителя стараются подключить и родителей, чтобы они, в свою очередь, помогали детям соблюдать правильный режим. «Проводится классным руководителем сначала родительское собрание, на котором учитель рассказывает об этой программе. Проводится анкетирование, где проверяется, как ребёнок питается, какой у него режим питания. Вследствие этого выясняются проблемы, по которым надо работать, классному руководителю, какими наметить мероприятия, классные часы. В анкетировании есть такой вопрос. Желали бы вы участвовать в реализации этой программы? Конечно же, все родители – за». Конкурс «Смотр. Лучшая школьная столовая» продлится до конца января. Специалисты посетят другие образовательные учреждения, затем подведут итоги. В середине февраля планируется выявить, какая школа является победителем в вопросе организации питания учащихся. Городская администрация пригласила представителей местных средств массовой информации на пресс-конференцию, посвященную итогам прошлого года и перспективам наступившего 2013-го. Говорили в основном о планах строительных, жилищно-коммунальных, а также о мероприятиях, посвященных 75-летию Кандалакши. На встрече с корреспондентами неоднократно подчеркнули, все основные дела будут связаны с подготовкой и организацией торжества, посвященного Дню города. Чтобы его привести в порядок, необходимы дополнительные средства. Один лишь местный бюджет не справится. Руководство надеется на помощь областного правительства. Тем более, что помимо спортивных и культурно-массовых мероприятий, Кандалакша нуждается в благоустройстве. Отдел городского хозяйства, например, рассчитывает сделать привлекательнее центральную часть города. Продолжить осветительные работы и те, что не приурочены к празднику. Так, в планах этого года – ремонт дорог, домов, замена сетей водоснабжения и водоотведения. А в замыслах градостроителей – проект моста через реку Колвица, реконструкция пути к старому кладбищу, снос старых и возведение новых объектов и так далее. Но представителей СМИ интересовало не только то, что намечается, но и то, что сейчас. Поэтому все вопросы, которые удалось озвучить, касались текущих проблем. Одна из них связана с декабрьскими коммунальными платежками, не дошедшими до многих горожан. Если квитанции не пришли вовремя по вине управляющей компании либо бирингового центра, понятно, что никаких штрафных санкций быть просто не может. Если такие штрафные санкции будут по какой-либо причине выставлены, нужно будет взять вопрос на контроль и тогда помогать людям добиваться правды. О предстоящих скачках в оплате услуг ЖКХ тоже спросили. Конкретные цифры – тайна за семью печатями. Рост тарифа будет проходить у всех по-разному. Поэтому будет зависеть от того, как будут топиться, естественно, раз по факту. А если нет приброга чего-то, тогда норматив. Норматив будет увеличен. Ну, там, посмотрите, там по каждому дому. После четырех заданных вопросов корреспондентам сказали «до свидания». 40-минутная пресс-конференция вместила далеко не всю информацию, которую хотелось получить от представителей администрации. Впрочем, важного осталось много. И все проблемы в любом случае предстоит решать. Не за горами день, когда некоторые горожане смогут из ветхих строений перебраться в новые благоустроенные дома. Определены участки под их возведение. Это предусмотрено программой переселения нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме того, в нынешнем году планируется завершить работы на улице Пронина. Возведение многоквартирного дома на улице Пронина продолжается. Строительство было начато в прошлом году в рамках третьей программы по расселению граждан из аварийного жилья. Тогда работ было выполнено меньше 40%. В наступившем году новый проект обещают сдать. На пресс-конференции озвучили ориентировочную дату завершения строительства – второй квартал 2013-го. Напоминаем еще раз. В городе орудуют телефонные мошенники. Буквально сегодня ночью один из кандалакшан, поддавшись на их уловки, лишился порядка 100 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов призывают быть более бдительными и при возникновении подозрений незамедлительно обращаться в полицию. Далее новости короткой строкой. Специалисты отдела имущественных и земельных отношений городской администрации проведут горячую линию по вопросу изменения размера арендной платы за землю. Подробную информацию по данному вопросу кандалакшане смогут получить 28 января с 14 до 15 часов по телефону 9-22-13. Для удобства налогоплательщиков и повышения качества информирования налоговая служба России создала интернет-сервис. С его помощью граждане смогут получить информацию о действующем налоговом законодательстве, ставках имущественных налогов, льготах, о порядке взаимодействия с налоговыми органами по различным вопросам. К тому же на сайте можно найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. В Центре занятости населения прошла мини-ярмарка вакансий. Всего в мероприятии приняло участие 28 человек, 4 из которых были взяты на работу. Вакантные рабочие места предоставили ЗАО «Тандер», управляющая компанией «Север» и ИП «Одриковская». Малоолимпийские игры продолжаются. За вчера стартовал второй вид спортивных состязаний «Хоккей с мячом». На хоккейной коробке на «Данилова-28» ежедневно по будням соревнуются команды средней и взрослой возрастной группы. Всего участвуют 7 команд. Продолжатся игры до 1 февраля. В Центральной библиотеке состоялся вечер, посвященный истории Кандалакшской прессы. Вниманию горожан была представлена ретроспектива печатных изданий с комментариями, воспоминаниями, совместным обсуждением. Кроме того, читатели смогли познакомиться с вышедшей в конце прошлого года книгой под названием «Журналистика Кольского края. 20-й век». Вот он, белый переплет, серьезный соперник желтой прессы. Новая книга посвящена тем, кто в 20-м столетии делал заполярную журналистику. По-настоящему качественно, профессионально, ответственно. Ранее в Мурманской области подобных энциклопедий не издавалось. Многолетний труд автора этого солидного сборника Николая Бокшевникова как бы объединил ушедших и живущих работников СМИ. Здесь известные и не очень имена, более 400, а также редкие фотографии. В справочник вошли и заметки о кандалакшских редакторах. О них и обо всех, кто ковал местную прессу, говорили на встрече. И прежде всего о ведущем городском издании – газете «Кандалакшский коммунист», вокруг которой крутилась творческая интеллигенция. Вспоминали о том, как работали, когда не было ни мобильников, ни интернета. Когда за каждую ошибку в дате или фамилии приходилось отчитываться. Журналистика советского времени была принципиально другой. В действенности в том плане, что если опубликован материал и критический, если, допустим, критическая публикация была помещена на страницах газеты, то должна быть немедленная реакция со стороны того, кто показан в этом критическом материале. Наломал дров, значит, сигнал в редакцию поступил, проверили газетчики сигнал этот, написали материал. И в течение нескольких дней буквально должна появиться, так сказать, обратная связь тут должна быть. То есть это и разборки были такие крутые. А у Василия Горкотина в журналистской коллекции не только эпоха социализма. Здесь подлинные свидетели классики. Прежде всего, публицистика 19-го, начала 20-го столетий. Современник, отечественные записки, русская мысль, северный вестник. Сразу не догадаешься, что это журналы. Внешне больше похожи на книги. А вот 20-й век – это уже огромные подшивки газет. В большем почете среди всех «Кандалажский коммунист», где Василий Горкотин успел поработать на разных должностях. А начинал как фотокорреспондент. Впервые пришел в газету «Кандалажский коммунист» в кабинет тогдашнего редактора нашего уважаемого, Ефима Федоровича Разина. Вот, держал в руках, так это, в потных ладошках, 4 фотографии. Он меня просил принести. Что ты умеешь-то? Вот я говорю, 4 фотографии принес. Мне 16 лет не было. В эпоху современных печатных и электронных изданий «Кандалажский коммунист» выглядит преданием старины. Газета совсем не красочная, но с определенным авторским ремеслом. И при конкретной идеологии, когда речь партийного руководства в числе обязательной публикации. Нынешние издания оформлены интереснее, а лидируют в них те новости, где коротко, просто по факту. Далее прогноз погоды. Его представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. Сегодня ночью будет облачная с прояснениями погода. Ветер западный 12-17 метров в секунду. Температура воздуха минус 10-14 градусов. Днем будет переменная облачность. Временами возможен снег. Ветер западный до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 12 градусов ниже нуля. Атмосферное давление в течение дня будет падать. 23 января солнечная активность низкая, геомагнитное поле спокойное. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте. Ответим. Это были все новости на сегодня. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Смотрите на все новости на сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!